Здравствуйте, с вами Назар. Мы продолжаем играть за Аман. В прошлой серии мы подготовились к войне с Йеменом. Давайте объявим им войну. Взять Аден нашей целью будет. Объявляем войну, направляем войска на их территорию. Здесь мы прекратим улучшать отношения. Лучше отправим туда дипломата, пусть он делает клейм на эти провинции. Кварт Экшн, Фабрикейт, клейм на Мэку. Священный город для мусульман. Если не ошибаюсь, за его взятие дают какие-то бонусы. Крайней мере в третьей Европе давали. Успешная бюрократия. Отлично. За это мы получили 100 админ очков. Берем провинции. В принципе, война будет легкая. Галеры отправим берегам. Что ухили, так как они были в Альянсе с Йеменом. Попробуем заблокировать их порт. Не знаю, какие у них военные, военно-морские силы. Три галеры, вряд ли хватит. Разведаем обстановку. Также построим еще храм. Вот здесь. Также мы видим, что здесь зеленый цвет. Это место, где нет храма. Вот тут зеленый и здесь зеленый. А вот такой синий. Это уже построен храм. Либо вот здесь идет как раз строительство храма. Почему мы здесь не можем построить? Потому что здесь миссионер обращает провинции в свою, в нашу веру. И в это время мы не можем ничего там строить. Строим храм. Также построим, давайте, две арморы. То есть, арсенал, так бы, место, где хранятся оружия. Строим здесь. Также, что нам лучше построить? Рынок. Так, в этой провинции нужно построить, так как нам здесь важно трейд пауэр увеличивать. Поскольку отсюда наш торговец перенаправляет товары вот по этой стрелочке в наш торговый центр. Откуда мы собираем нашу прибыль. Так, строим, значит, здесь. Пока повременим запас. Денег нужно всегда иметь. Могут искакивать всякие неприятные ивенты, там, на умещение денег, или, возможно, нужно будет на что-то потратить эти деньги. Ну, в общем, нужно иметь их. В Непале случилась гражданская война. А тем временем, наше славное войско завершило осаду провинции Сана. Непал, вот здесь. Ну, большие территории занял. Собирание налогов. Так, интересное решение. Либо получить 25 пяти и получить 10 престижа, либо потерять 10 престижа, и также потерять показатель пяти. Но получить при этом деньги. Ну, деньги нам, в принципе, не очень-то и нужны. Но нужны, нужно терять этот показатель. Мы сейчас уже пили в 13. Хорошо, пожертвуем престижем. В принципе, мы его отобьем на войне. Так, у нас уже 200 плиткатов. Можно построить, например, док. Он также поднимает, как видим, плюс 25% к ремонту кораблей, а также увеличит немного торговую мощь. Так, мы получили эффект торговли кофе. Я так понимаю, этот эффект берется от торговых центров, откуда нам это кофе поставляется, например, из Индии или с Юго-Восточной Азии. Также у нас, если не ошибаюсь, есть провинция из кофе. Мы еще можем построить храм на острове Сокотро. Давайте построим. Теперь потеряю этот модификатор. Также построим констебля. Он дает увлечение местного модификатора налогов. Видно, плюс 0.6 дуката с провинции. Так, пока остановимся. Немного еще осталось. Взятие провинции. Так, что наш флот блокирует? Я так понимаю, что у Хили флота нет вообще. Да и войск что-то не видно. Жаль у нас транспортный флот. Мелкий. Только три транспортника. Так, мы окопировали страну. Напомню, у нас есть миссия покорения Адена. Мы должны взять эту провинцию в Йемену. Мы не можем подписать сепаратный мир с кем-то, кто есть целью, военной, военной целью. Интересно почему-то. Ага, мы должны подписывать мир Суахили. Они не хотят. Что-то уж придется Атаковать их провинции. Чтобы повысить процент ведения войны. Попробую взять Магадиша. Правда по три тысячи придется ввозить. Почему-то я не подумал раньше об этом, что нужно побольше построить кораблей. Давайте пока идёт война, мы их как раз и построим. Тем более нам доступно строительство, лимит большой. Хотя бы два. Так, отправляем сюда наши войска. Так, отправляем сюда наши войска. Тем временем, галеры мы отправимся сюда, чтобы разведать, что происходит в этих провинциях. Высаживаем десант. Так, войск у них нет поблизости. Так что мы сможем спокойно перенаправить войска. Давайте ещё, наверное, один кораблик закажем. Выбираем, где поменьше дней на эту идёт. Вот здесь. Эти войска пока объединим. Три тысячи возьмём кавалерии. Также здесь уберём линера нашего. А сюда поставим. Так. Ждём наш флот транспортный. Вот, чтобы погрузить войска на флот, но флот должен стоять в море. А войсками мы должны идти как бы в море. странную, конечно, систему. Чтобы выгрузиться тоже, на вражеской территории нужно... Так. Пока уберём отсюда галеры, так как они очень далеко от провинций наших собственных. вот вот чтобы выгрузить, нажимаем. Сейчас покажу. Транспортный флот выбираем. Тут есть кнопка транспорт, выбирается войско на транспортнике и высаживается на берег. чтобы высадить войско своё, например, в свою провинцию, нужно просто отправить флот в порт наш. не нужно уже с моря идти. Так, что у нас там с технологиями? Ещё немножко осталось. Так, что мы видим? 10 тысяч чёрных парней. У нас 6 тысяч, но при этом посмотрим у них вторая технология военная. У нас шестая. Думаю, лучше ещё подтянуть хотя бы две тысячи пехоты. Ну, они, по-моему, не очень то и спешат атаковать. Так, у нас построились два транспортника. Третий. Третьим осталось 11 дней. направим готовые уже в эту провинцию. Так, доступна технология. Принимаем. что она нам дала увеличение эффективности производства плюс 10% и также мы можем строить Farm State. Это мануфактура, которая строится на пшенице. у нас у нас нет пшеницы. У нас специи, рыба, шерсть. пшеницы у нас нигде нет. транспорт транспорт прибыл правим. еще войск подкрепление у нас будет 8000 после взятия провинции попробуем атаковать. Думаю, справимся. и далее восстание. Так, засада Магандиша завершена. Сейчас ждем поиска, объединяем. и пробуем атаковать. Да, у нее убегают. У нас явно преимущество. Пробуем догнать. Ну, в принципе, можно и не догонять, они все будут убегать. флот отправим сюда. Этот объединим также объединим потом с этим флотом то у нас шесть транспортных кораблей. леры пусть стоят. У них есть по одному первому левлу форта. Слоновая кость. Здесь также больше болезнь султана или болезненность султана увеличение производства либо увеличение торговой эффективности торговли. Посмотрим, что больше прибыли дает производство 4,5 торговля 3. и берем производство. Не будем ждать. направим еще войска. Посада ламов навершена. Транспортный флот двигайся да. Так у нас есть денег много. Давайте что-то построим. Гармари в принципе у него что и нужно. Попробуем дальше строить констайбл на увеличение прибыли. Хватит пока что. Приняли бой. Конечно же мы победили. У нас намного лучше технологии. хорошо давайте преследовать их армии. Попробуем разбить полностью. Так транспортник. выберите очередную провинцию. Войско пусть преследует врагов. не не наверное решили вступить в сам конец своей страны. у у них есть вот 9 торговых кораблей почему же они не торгуют. Пожалуй становимся здесь возьмем их столицу здесь надеюсь восстаний не будет. Посмотрим возможно увеличим нужно 178 рублей. админ очков лучше не увеличивать. Построим какое-то здание. док например. Также глянем что там в Европе. Польша захотела большие земель много земель в Крыму. Англия Шотландия воюет. Византия опять вернула себе Афины. Болбания провозгласила независимость от Черногории. Хорватия также. Так закончилась осада. переходим в следующую провинцию Мамбасу. Музамбик также завершилась осада. направим на юг войско на юг. 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 Видимо Бургундия потеряла свои провинции Барабанд Фландрии также вижу с Англией воюет еще и Уэльс. Так что там с войной. Они готовы отдать Аден. Также готовы сделать Оман вассалом. Освабонить нацию они не будут. Разорвать отношения также попросим с Йеменом. Ну в принципе можно подписывать мир. Деньги они не дадут нам отправить требования. Также отправим сюда свои. Давайте сюда. Армию нужно возвращать. На родные берега. Также нам нужно выбрать новые миссии. миссию на завоевание провинции Аден мы выполнили. Улучшить отношения с Хиджазом до сотни. Возможно не не хочу сформировать альянс с хиджазом. тоже тоже не хочу в принципе нет нормальных миссий. Хиджазом мы напомню фабрикуем клеем или уже сфабриковали. сейчас посмотрим на провинцию уже сфабриковали можем объявлять им войну и аннексировать. Миссию пока не будем выбирать подождем флот домой интересно может перемещаться ближе к родным берегам наши войска потеря потеряли клеем на провинции берберы ничего сейчас еще раз делаем на как нужно нам будет сюда направить нашу экспансию окей также построим давайте храм мы забыли сделать корку на эту провинцию и исправим нашу корку делать или как его назвать констейп был построим его здесь жал так так войска может уже направиться на корабли кораблики давайте вода следу плати упал метр м в как н головы не соседние нам. Очень хочется завоевать вот здесь земель. Дэч, как видим, вернул себе эту провинцию. Скорее всего, это благодаря повстанцам. Так, теряем показатель благочестия. Мы получили модификатор торговли рабами. Потеряли, но получили кофе. Не понимаю этих модификаторов. Посмотрим на газу. Напомню, она наша, это страна наш, Масал. Аннексировать мы его сможем в 1491 году. Еще пять лет осталось. Направим пока что посла получать отношения, так как нужно плюс 190. Так же Йемен. Наш вассал. Хорошо. Так, посмотрим, что у нас там. Забыл перенаправить. Опять войска. Что у нас там по налогам? Это мы уменьшаем. Прибыль хорошая. Так, 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 что же я хотел посмотреть? Уже забыл. Ага, войска новые. Нанимать у нас еще. Мы можем нанять один отряд. Посмотрим, чего у нас больше. Соотношение армии. Так, у нас восемь пехоты, шесть кавалерий. В принципе, можно нанять пехоту. На Нищевле. Так же найдем барку. Две штуки. Вюрократия. Миссий новых нет, нормальных. Так, еще мы построим. Костя и бело здесь. На этих шесть тысяч оставим наверно, чтобы осмиряли. Ну, нужно постарать и десять военной мощи. На уменьшение риска восстаний. Это недорого. Остальное войско будем направлять поближе к границе Хиджаза. Будем с ними воевать в следующей войне. Тимуридская империя все никак не хочет распадаться. Польша растянулась, огромные. Ну, Шотлания понемножку. Юэйс откусывает от Англии провинции. Да, Арханглия в этой игре очень слабая. Так, Нэдж еще и вернул Медену. С помощью посттанций. Так, направим еще наш флот. Заберем остатки наших войск. Эту тысячу мы направим в ограниченное столкновение. Лучше дипломатическую силу потерять, чем стабильность. Уберем нашего генерала. А сюда мы его поставим. Так как это войско будет атаковать Мэку. Построим еще, давайте констабель. Здесь, здесь и вот здесь. Транспорты наконец-то перевезли все войска. Так же у нас появились два новых Барка. Нужно их объединить с торговым флотом. Вот он как раз на подходе. Продолжаем торговать в заливу Одена. Мы получили щиток на эту провинцию. Построим там храм. Так, все войско в сборе. Транспорт отправим куда-то. Давайте сюда. Он нам не нужен пока что. Так, мы можем объявить войну за взятие Мэки. Так же у них Альянс с Адалем. Адаль, в принципе, занят Эфиопией. Но можно и на них напасть у нас все-таки делается. Сейчас посмотрим. Или не делается. Или уже сделалось. Да, уже есть клейм на провинции. Можно и на них напасть. А можно подождать и присоединить эту страну к нам. Ну, в принципе, мы это успеем еще сделать. Это не так уж она уже сильно то и нужна нам. Можно подождать. Так что давайте в следующей серии мы нападем на Хиджаз. Возьмем себе священный город Мекка. И будем дальше продвигаться на север и на юг. С вами Белый Назар. На этом прощаюсь с вами. Всем пока.